Второй суд Анкары по супа тяжким преступлениям вынес переговор по делу об убийстве в 2016 году российского посла в Турции Андрея Карлова. Как передает канал Транции со ссылкой на Ария Новости, пятерых из 28 обвиняемых переговорили к пожизненному заключению, троих из них признали виновными непосредственно в убийстве. Среди осужденных бывшие сотрудники управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Сюгют, по версии следствия он был куратором убийцы-дипломата, и Хюсейн Кетюджа, бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмед Каладжаслан и Салих Елмаза, также экс-глава отдела по работе с Россией национальной разведывательной организации МИД Турции Вепхи Гюршада Калын. Девять человек получили от пяти до пятнадцать лет тюрьмы, еще пятерых оправдали. Девять обвиняемых находятся в розыске. Защита намерена обжаловать переговоры. Процедура может затянуться на срок от трех до пяти лет, сообщил РИИ Новости один из адвокатов. Напомним, что Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фото-выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По данным турецких властей, на посла напал сотрудник полиции Мевлюд Мерт Алтенташ, его ликвидировали силы безопасности. Обвинения предъявили 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетуллаху Гюлену. Он отвергает все обвинения. Как говорится в обвинительном заключении, убийство Карлова – это провокация с целью нанести ущерб турецко-российским отношениям. Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.